Добрый день! Поговорим о жесткости кистей. Покажу на примере тех, которыми пользуюсь я в акварельной живописи. Самые мягкие кисточки это натуральная белка, имитация белки, а также микс беличьего и синтетического волоса. Очень мягкие кисти применяются для смачивания листа, для основной массы работы, размытых больших пятен, для создания фона. Такие кисти не повреждают поверхность листа и красочного слоя. Подходит для работы лессировками. Следующая по жесткости кисти это колонок, рыжая мягкая синтетика, а также микс колонка и синтетического волоса и имитация мангуста. Мягкий синтетический волос и натуральный колонок подходят для всех типов красок, в том числе и для акварели. Это универсальные кисти, которые берут много воды и краски и подходят как для основной массы работы, так и для деталей. Особенно хороши для реалистичной живописи. Следующие кисти по жесткости это волос средней жесткости, синтетика под колонок и ушной коровьи волосы. Такие кисти больше подходят для густых красок, тембера, гуашь, масла, акрил. Бакварели кисти из волос средней жесткости я применяю для создания деталей, таких как тычинки, это могут быть реснички, блики на глазах и так далее. Также я использую волос средней жесткости для техники сухого штриха и для восстановления бликов и рефлексов, для снятия части пигмента там где это необходимо. Для этих же целей, в зависимости от свойств бумаги и красок, могут потребоваться более жесткие кисти. Это белая синтетика или даже щетина. Такие кисти также хорошо снимают пигмент, могут использоваться для создания брызг или, например, создания белых прожилок на лепестках и листьях. Все ограничивается вашей фантазией. Все эти работы созданы кистями марки Рублев, как специальными, так и универсальными. Здорово, что Рублев производит кисти разной жесткости и упругости под любую техническую задачу. Субтитры создавал DimaTorzok